У нас 45 лет хорошего партнерства с Россией, и в частности с Газпромом. Просто хотел сделать два кратких замечания. Я полностью с вами согласен в том, что требуется необходимость в стабильном регулировании в энергетическом секторе. И для газовой промышленности в Европе мы заинтересованы в стабилизации ситуации между поставщиками и транзитерами. В частности, отношения между Россией и Украиной очень важны для нас. Здесь необходим поиск глобальных решений, и должен отметить, что мы на нашем уровне готовы содействовать решению этого вопроса. в работе с европейскими компаниями в поиске этого решения. Второе замечание. В настоящий момент мы обсуждаем с нашими друзьями из Газпрома участие в проекте «Северный поток». Мы надеемся, что это будет плюсом для всей Европы, и мы готовы участвовать в этом проекте. И сейчас, в настоящий момент, мы обсуждаем с нашими друзьями условия. Мы видим очень большое значение и преимущество участия в этом проекте. Благодарю вас, господин президент. Спасибо. Пожалуйста, господин. Господин президент, хотел бы вернуться к безопасности поставок Европы, которая уже не обсуждалась достаточно в времени. Мы, как вы знаете, мы все активно участвуем в «Южном потоке», как новый маршрут поставок газа в Европу. Но это произойдет после 2013-2014 года. На это уйдет 5 или около этих лет. Каким образом мы можем содействовать тому, чтобы избежать появлению таких проблем, которые мы сталкивались прошлой зимой, в том, что касается безопасности поставок газа в Европу, в частности, по украинскому трубопроводу. Мы будем, естественно, готовы внести наш вклад, сделать все, что необходимо, потому что наш бизнес по продаже газа будет поставлен под большую угрозу, потому что люди опасаются и озабочены безопасностью энергопоставок и ищут другие источники. Если можно, я сразу отреагирую на несколько вещей, которые прозвучали у наших коллег, которые выступили. Во-первых, вопрос о фискальных мерах, связанных с текущей ситуацией, с поддержкой энергетических компаний, длинных и дорогих проектов. Знаете, сейчас это вопрос такой дилеммы выбора для государства. С одной стороны, сейчас практически все государства боятся заниматься уменьшением налогов, наоборот, скорее склонны рассматривать вопрос об увеличении тех или иных платежей, включая платежи за полезные ископаемые, таможенные пошлины, некоторые виды налогов, потому что боятся, что развалится их налоговая база. Это, на самом деле, реальный риск, потому что, если говорить, скажем, о нашей ситуации, о ситуации в России, у нас все-таки налогооблагаемая база сжимается. Это, к сожалению, медицинский факт. С другой стороны, есть опасность загнать бизнес в угол, и если будут приниматься решения, которые будут означать увеличение налогов, а в какой-то ситуации просто их неснижение, которое будет равнозначно увеличению по крупным проектам, по каким-то абсолютно эксклюзивным темам, то мы можем просто заморозить развитие бизнеса на десятилетия вперёд. И вот это самый трудный баланс и самое трудное дело для государства определиться точечно, как всё-таки поступить. Мы пока в России не шарахались из стороны в сторону, у нас не было ни решения о том, чтобы увеличить налоги существенных каких-то, ни решения о том, чтобы их снизить. Хотя запросы на это в обществе, в бизнесе существуют, я вот с коллегами из наших российских структур регулярно встречаюсь, эти темы всё равно остаются в повестке дня. И по всей вероятности, после того, как мы действительно все убедимся в том, что самая острая фаза кризиса миновала, разговор о фискальной поддержке, в том числе энергетических компаний, энергетического бизнеса, он всё равно встанет в повестку дня. Теперь в отношении нашего сотрудничества с Евросоюзом. Я, конечно, был бы благодарен нашим партнёрам, если они, в свою очередь, будут занимать более активную позицию, побуждая наших партнёров в рамках Еврокомиссии и других европейских институтов более внимательно относиться к нашим предложениям по совершенствованию системы управления энергобезопасностью. Потому что на уровне общих рассуждений все соглашаются, но мы знаем, как работает бюрократия. Бюрократия всегда работает по-своему. Я не хочу идеализировать российскую бюрократию, но евробюрократия ничуть не лучше. И вы сами об этом хорошо знаете. В этом смысле мы очень рассчитываем на то, что вы будете стимулировать европейские институты более внимательно относиться к этим проблемам. Включая, кстати, и ту тему, которую затронул господин Скорони в отношении безопасности поставок газа в Европу, платёжеспособности отдельных участников транзитного процесса. Я в перерывах между нашими пленарными заседаниями посмотрел новости. Наши украинские партнёры обиделись на то, что Россия упрекает их в неплатёжеспособности, нежелании оплачивать газ. Какие могут быть обиды? Пусть деньги платят, и всё будет нормально, и обижаться тут не на что. Если заплатят, значит платёжеспособны, а если не заплатят, значит неплатёжеспособны. И обижаться здесь нужно только на самих себя и на экономическую конъюнктуру, а также искать возможности для того, чтобы получить деньги, стучаться во все финансовые структуры, для того, чтобы исполнить свои обязанности. И мне кажется, это совершенно очевидная вещь. А то, что мы сегодня акцентируем внимание на проблемах, ну это понятно почему. Потому что если в ближайшее время, когда наступит срок платежа, наши партнёры нам не заплатят, мы вынуждены будем включить механизмы, заложенные в договоре, который был подписан. Поэтому нам на будущее очень нужен такой специальный институт, который будет такого рода коллизии рассматривать. И не просто рассматривать, а рассматривать с должным авторитетом. Я уже этот пример приводил, ещё раз об этом скажу. Есть уважаемая всеми нами энергетическая хартия, и участником этой энергетической хартии является ряд государств, включая Украину. Эта энергетическая хартия помогла в ходе известного газового конфликта в начале этого года? Нисколько. Процедуры, которые в этой хартии заложены, не работали, стимулы, которые в ней заложены, не работали. Договор к энергетической хартии не применялся. Это означает, что мы должны получить какие-то другие правовые основы для того, чтобы такого рода конфликты сглаживать. Не говоря уже о том, что есть добрая воля государств, политические институты, которые тоже должны в этой ситуации включаться. Поэтому я считаю, что обеспечение энергетической безопасности в Европе – это наше совместное дело. И от того, насколько будем мы настойчивы и со стороны правительств, и со стороны компаний, зависит то, какой институт регулирования мы в конечном счете создадим. Россия к этому готова. Мы об этом неоднократно говорили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова